Добрый день! Сегодня я расскажу вам о растениях хвойных. Часто задают мне вопрос, что лучше посадить у нас в городе, а что лучше на даче или в какой-то пригородной зоне. Туя. Туя, абрабант и смаракт очень хорошо переносят нашу загазованность. Они прекрасные пылесборники, то есть пыльная загазованная часть территории, это именно то, в чем она растет хорошо. Если же вы хотите посадить можжевельник, он более прихотлив к притенению, то есть ему нужна солнечная сторона, ему нужен затышек такой, чтобы не было сквозняков, чтобы не было загазованности, чтобы не было активной пыли. То есть это растение, которое мы высаживаем на дачных участках, за городом, там, где нет такого движения транспорта. Естественная жизнедеятельность туи – это сто и более лет. Естественная жизнедеятельность можжевельника – это тысячу лет. То есть растения очень разные в своем жизненном цикле, но по уходу очень похожи именно в удобрениях. Подкормку можем вносить как одним, так и другим для хвойных, так и земля. Им нужна кислая почва, иногда нейтральная торфяная основа. В течение всего сезона мы хвойные растения поливаем активно. И как только в осеннее время температурный режим у нас опускается градусник ниже 8 градусов тепла, мы уже щадяще поливаем. То есть раз в 2-3 недели, иногда опрыскивая от пыли. И когда уже температура ниже 8 градусов, а то и 0 и минус, останавливаемся в поливе и ждем уже весенних поливов. И также молодые растения до 5-летнего возраста мы утепляем. И с осени по весну мы корневую шейку присыпаем активно большим количеством земли и мульчи. Это предохранит растения от сухости, от перемерзания и от различных таких зимостойких факторов. Весной нужно убирать насыпь эту и давать возможность корневой шейке дышать. Желтеет крона. Особенно это происходит вот в средине кроны. Это не страшно. Это каждый год растение старше двух лет начинает хвоепад. Что делать с этой хвоей? Обязательно чистить. Сегодня я рассказала вам о хвойных растениях таких как туя и можжевельник. Я думаю вам было интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова